итак всем привет с вами family community сегодня продолжаем разговаривать про кальяны с вами зил и сегодня ролик будет супер субъективный все не будут такие тем подниматься которые это сугубо мое личное мнение я никого не к ним не притягиваю это вам решать это будет мое личное мнение может быть кому-нибудь она понравится кому-то нет просто я скажу еще почему и от этого будем отталкиваться первый вопрос который задавали это какие табаки плохие какие вкусы плохие и так далее вообще я очень много табаков пробую и как я для себя понимаю что даже не табаки а просто табачная марка но для меня как я для себя это строю когда я пробую там но большинство вкусов линейки если я понимаю что там из всех вкусов дай бог два хороших я считаю что этот продукт недоделанный я не говорю что он плохой недоделанный то есть есть над чем работать и помимо того как линейка вкусов мы также рассмотрим такие моменты как какие-то изъянчики табаков например некоторые там с табачкой определенный там очень вкус чувствуется пожаростойкость какие-то так далее да не будем говорить про неизвестные марки потому что но просто потому что неизвестные как бы это стремно не звучало мы рассмотрим более популярные там допустим вот начинает набирать обороты табак наш лично мне он не понравился по причине того что очень сильно сушит не знаю почему не спрашивал почему просто я курил мне там не знаю какой-то дробь был наверное возможно даже какой-то первый я курил и просто постоянно хотел пить постоянно сушил очень сильно то есть вот подобные истории мне лично очень не закатывают дальше очень известный табак особенно в наших кругах это элемент не то что по мне не нравится просто например я как человек который очень часто его курит очень сильно приелся к вкусу табачки и ну перестал мне это как цеплять и нравится не знаю почему опять же это мое мнение вам может понравиться то есть если просто регулярно курить элемент вы начнете спокойно понимать в чашке что там есть элемент потому что вы начнете чувствовать эту табачку особенно когда вот минут через двадцать тридцать когда уже аромочка так подумирает и начинается открываться вот эта табачка не говорю что это плохо просто но не мое не мое москве в дафт не люблю их по причине того что это пластилин который вот тяжело распушить он липкий и так далее ну лично я просто не люблю с этим работать да это курица хорошо вкусно насыщенно но мне вот как кальянному мастеру кальянщику мне просто нет некомфортно с этим работать просто неудобно потому что в момент там посадки когда мне много народу у меня надо сделать много чашек это сильно жрет время ну и вообще в целом дома я не люблю забивать опять же потому что вот это все распушить это требует времени и силы я хочу покурить и не заморачиваться да в целом в целом все известные у нас вот эти премиальные табаки уже плюс-минус доведены такой степени что просто забил пошел курить дальше мы будем говорить уже о вкусах о самих вкусах табачных марок они самих табаках потому что в целом все работает нормально если сильно там не углубляться самом все хорошо дальше про что про вкуса вкуса это супер 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 очень субъективная штука и но даже когда я принимаю заказ и меня просят на мой вкус как правило я сливаюсь потому что все любят разные то есть если взять просто прием еды скажем так то например я вот ненавижу рыбу а люди любят и как бы если я приду в ресторан и скажу сделайте мне то что вы больше всего любите и мне приносит рыбу я буду супер не в восторге вот поэтому это супер субъективная штука я не хочу особо раскидываться на тему того какие вкус хорошие и плохие просто ну не знаю скажу так коротенько на свое мнение об этом например гастрономия там всякие сыры беконы и тому подобного это слишком узконаправленная штука которой нужно еще придумать куда это все запихать с этим сложно работать нужно что-то придумывать сейчас в следующей теме мы расскажем про миксологию как обащая об этом думать но в целом такая довольно таки узконаправленная штука и как по мне это вкус из разрядов у производителей заряда а мы вот так можем вот мы можем бекон сделаем вот перед этот у берна был вкус перец острый супер острая хрень жгучая и да это совершенно не масс-маркет это совершенно не то что вы будете курить каждый день это по факту ну наверное я так думаю возможно я прав то что это ход рекламы типа вот смотрите даже даже такое у нас есть вот примерно так и да прикольно прикольно то что мы можем получить супер острый перец это круто но при пользу с этим постоянно не получится ну я не знаю куда это совать и если уж смотреть правде в глаза то большинство людей процентов 70 курят ягоды плохо так и есть из того что я люблю лично я люблю топ-3 табаков это наверное танш чебака но это не табака чайная смесь а dark side dark side и наверно сатир находится с ними вот в одной в одном месте с dark side не знаю ну нравится мне особенно без аромки дальше мы на н-план перейдем к вопросу миксологии миксологии вообще что это такое тоже очень субъективная штука всем нравятся разные вещи но мы рассмотрим как вообще лично я миксу мы рассматриваем давать один из вариантов это просто вы представьте там как это сочетается в жизни то есть там дыня с арбузом сам банальный дынь с арбузом она и в жизни хорошо вместе и в кальяне тоже хорошо почему все не любят дыни арбуз то уж просто надоело но в целом микс хороший с меткой вообще кайф очень интересная штука вы курите какой-то табак допустим ну да любой вкус вот чем это перед глазами вишня забудьте вот когда курите не думайте о том что это вишня рассмотрите ее по-другому ага это что-то ягодное кислое или там кисло-сладкое зависит от вишня с таким там скорее косточка и рассматривайте то как это будет складываться с другими табаками то есть например тоже вишня интересно будет сочетаться там к примеру ну с колой и самая банальная то есть она вот если опять же забыть о том что это вишня и кола то есть эти аромки на вкус они сочетаем и так вот но можно спокойно миксовать и что-то интересное придумывается то есть пример я очень часто просто когда забиваю там кальян даже есть я знаю на как это курица и так далее я всегда при забивке делаю вот так просто это понюхал потому что в целом она так и будет куриться просто либо чуть поярче либо менее ярче она курица будет ровно также потому что по факту у нас язык воспринимает пять вкусов ты блин сейчас не ошибиться бы сладкий кислый пряный острый и вкус металла все остальное это ароматика все остальное воспринимаете своим носиком и поэтому да просто перед забивка вы начинаете нюхать все на свете я про табаки а то опять будут шутки про шланг и понимать что вот по аромату вот эти между собой сочетаются и хорошенечко сочетается еще очень клёвая тема есть например если мы берем ну грубо говоря миксы готовые там даже если вот взять банально дели хука черничный крамбл это по сути десертка с ягодой и чтобы это как-то клёво развить вы можете также накинуть фруктов ягодов и чё-нибудь десертное и то есть она и с одной стороны подходит к ней и с другой стороны и в целом на свете получается и получается уже неплохо как я все время рассказывал своим ученикам назовем их так вообще ребята молодцы как и вообще что такое микс микс не сочетание до этого я рассказал что такое сочетание когда они между собой просто читаются мы сейчас будем прям микс основной вкус подчеркивание вкуса и тут я сейчас по процентовкам показываю как в чашке класть грубо говоря послевкусие и там холодочка или мята маленькая частичка там как вам удобно нравится или нет можно это вообще убрать то есть основной вкус мы возьмем там допустим ну вот чашки недавно делал на предыдущее видео я брал ирландский крем белокберна у меня был на это упор его подчеркивал я чебак и рок-н-ролльщик как это у нас чокоминт с сигарой то есть он чисто подчеркнул ликерчик то есть они вот это сочетание хороших получилось дальше на послевкусие чтобы поинтереснее было я добавил лимончик у нас получилась такая кислая нотка в конце ну я не люблю свежесть курить я без свежести делал но типа свежесть или мята там ну лед мята лед это там допустим суперного оно по вкусу надо не надо вы сами для себя решаете и в целом у нас получается в купе такой десертно-шоколадное алкогольно-кислый миксочек хотя вот здесь наверное даже и подошел бы свежесть но типа подал кашечку то алкоголь-то охлажден он пить надо но больше десертное оно получилось потому что все же вот этот ирландский крем от блэкберна он больше десертная история но я люблю такое и в целом у нас получается микс и так можно на все придумывать то есть главное просто нюхать и табак понимаете запах то есть не уберите мысли что это вишня малина там базилик еще что-то понюхайте и поймите каково это то есть сладко кисло там пряно еще что-то и вот вот оттуда уже накидывайте к ним дополнительные вещи и это будет уже что-то довольно таки интересное то есть тут вся проблема в том что люди очень многие миксуют именно из разряда думать что вот вишни это это блин с этим не сочетается но в голове потому что все равно табаки приближены к жизненным вкусом но нет не все далеко и поэтому можно просто выцеплять вот какие-то ароматы какие-то послевкусия из каких-то других табаков и делать в купе что-то интересное вот так же можно просто курить соломиксы там не знаю просто малинка чистиком просто там ирландский крем чистиком это тоже прикольно именно так и учатся в опыт опыт набирают то есть когда приходит как новинка покрели чистиком по еле к на курицу таки а вот интересным очень сладенько фактовые сюда добавить и ну фруктовая сладость там такого типа вот я очень люблю такие вещи раскладывать как фрукты например то есть есть садовые фрукты но мы в нижнем садовые фрукта там терпические фрукты такие вот фрукты аля вот прям мякоть типа груша например мякоть вкусно прикольно и вот если это все вот так раскладывать и забыть просто о таких вещах, как название этого, ну, это ягоды, этого фрукта, этого там десерта, и просто думать о том, какая у него ароматика, вы добьетесь намного более интересных вещей. Но опять же, я не буду говорить о том, что вкусно, что нет, потому что это супер субъективная штука, вы решаете для себя. Я просто, ну вот, из-за того, что я очень много курил, что на работе, что дома, я раз в месяц меняю палитру. Ну, то есть, там, тут я ягоды целом месяце курю, потом целом месяце курю там травяные ароматики, там, типа базилика, фейхоа. Ну, фейхоа это ягода, по-моему, да, эти ягоды это? Ну, по-моему, ягода. Но она таким, вот опять же, это ягода с травянистым таким привкусом, и из-за этого, опять же, ну, я в травяные добавляю. Гуава, 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 я рознь, опять же. Вот есть некоторые гуавы, которые такие вот переспелые, как в жизни, они прям сладкие, а есть гуавы, которые такие а-ля недоспевшие, они прям травянистые. Тоже, это все нужно просто, ну, понюхал, где-то покурил, где-то что-то попробовал, и ты будешь просто знать. По-другому это не работает. Просто вот сказать гуава, и тебе забьют, может быть, не то, что ты хотел, потому что гуава, гуава и рознь. Вот очень интересный вкус личи. На самом деле, для людей, которые не пробовали личи в жизни, не пробовали курить ее, я многим объясняю, что это на вкус, это как на аромат, как правильно сказать, но я думаю, суть уловили. Это как кислая клубника. То есть, у нее есть вот этот вот клубничный аромат, и при этом он кислый. То есть, это примерно вот так. И вот, ну, вот-вот-вот, что пробовать надо? Вот-вот-вот так. Также у нас есть много специфичных вкусов вообще, ну, на табачном рынке, скажем так. Где-то здесь у меня был, вот, Smoke Angels Fire Starter. Это жвачка с корицей, со жгучей корицей. Она прям острая. Острая, горячая, не знаю, как это правильно назвать. Клевая тема для того, чтобы сделать что-то прям интересно. Мне лично закатило что-то сильно всякими алкогольными историями это забивать, со всякими колами и тому подобному. То есть, ну, довольно-таки интересная история. О, кстати, недавно вот я делал миксок, самый банальный на самом деле, но он что-то так быстро всплыла в голову. Ну, идея сделать это быстро всплыла в голову, и гостям это очень понравилось. Я сделал тогда просто Доктор Пеппер с ванилью. Ну, то есть, он продается в магазинах. Это просто, ну, кола с ванилью и с вишней. Доктор Пеппер у нас с вишней идет. То есть, ну, банально мы, вот это вот как берутся миксы в голове. Вы просто в жизни это пробуете и пытаетесь добиться этого в чашке. Чтобы покурить это. В данном случае я тогда использовал вишню, колу и ваниль. Ну, соответственно, в процентовках я знал, что вот, опять же, вот это вот пошла миксология. Я использовал в большей степени, у меня было где-то 8 грамм 6,6. 8 у меня была, ну, если 20 грамм на чашку. 8 это была вишня, потому что я знал, что вишня элемента, она недостаточно яркая. И я понимал, что ее нужно больше положить, чтобы колу с ванилью ее не перебили. Я положил больше вишни, здесь не 10 ли грамм, потому что даже половину чашки я закидывал вишни. И в равных долях пополам на оставшуюся чашку у меня шла кола и ваниль. Ваниль, потому что она слабее остальных, но после вкуса из нее бы получилось достаточного. То есть, так, чтобы она не была на переднем плане. А в переднем плане у меня вот даже с этих 6-7 грамм у меня пошла кола, которая, да, она в меньшей процентовке шла, чем вишня, но кола мощнее сама по себе, сам вкус. Притом, почти у всех табачных марок, если я правильно помню, кола – это один из самых мощных, ну, мощный вкус, который перебивает другие вкусы. Поэтому я всегда кола кладу чуть меньше, чем то, что я хочу с ним, потому что он свой аромат даст, он не перебьет основную идею. И вкупе у меня вот в этом миксе, то есть, по-моему, получалось 10-5-5. У меня получилось так, что вкупе у меня получилось действительно доктор Пеппер с ванилью. Потом вторую чашку они заказали ровно такую же, потому что им очень понравилось, но мы решили, что у нас колот холодный надо пить. И мы добавили еще и свежести. И получилось просто божественно. Вообще, на самом деле, очень многие кальянные мастера, когда начинают забивать чашки, чем больше они запариваются, тем хуже почему-то получается. У большинства. Это, не знаю, это потому что ты пытаешься там что-то, блин, амудрить. Получается какая-то хрень. Ты такой, ну вроде вкусно. Но нет, чем проще думаешь, тем лучше. Еще я очень сильно заметил за многими гостями, что чем проще ты делаешь, тем понятней ты делаешь. Когда вот каждый вкус, он может различить, понять и так далее, что он курит, тем больше нравится. Поэтому сильно не наваливайте. Да, можно делать чашки там из 8 вкусов, но это будет прям лютый компот. Это будет какое-то сочетание из всех вкусов, вот едино, и вы не разберете их при курении, если там нет чего-то ядерного, там типа, не знаю, Винтергринтанджа. Лучше, конечно, забивать там 3-4 вкуса, и вы будете четко понимать, что вы курите. Ну, в два вкуса, как-то неинтересно, просто скучновато. Вот поэтому я всегда, не знаю, миксую от трех, чтобы поинтереснее было. Да, бывает, что у меня порши частяком, делаю частяком, все, на ваш выбор. Давайте дальше поговорим про усилитель крепости. Я использую фрегат. Есть еще Доха. Что там еще есть? Тамбак. С тамбаком, на самом деле, работать вообще по-другому надо, не как там с фрегатом, но там я лично ни разу этого не делал, только видел, как делают, не делал. Поэтому не буду об этом говорить, чтобы не соврать. Фрегат. Как лично я им пользуюсь? Он приходит такой, знаете, а-ля, блин, Доширак. Там такая вот непонятная субстанция, которая очень длинная, и с ней тяжело работать. Лично я всегда его сушу. Я ставлю рядом с плиткой, жду, когда он просыхает, и потом просто беру там чем-нибудь, там типа ступицы или просто пальцем, и измельчаю его просто вот разламывая, чтобы он получился вот такой вот мелкий. Я всегда работаю в таком виде, поэтому буду говорить, как им пользуюсь. Я именно в таком виде, потому что в изначальном, как он продается, возможно, его придется класть либо больше, либо меньше. Я просто не помню, слишком давно с ним так не работал, работаю так. В целом, примерно как я рассчитываю. Вообще, что это такое? Это у нас усилитель крепости. Он нужен для того, чтобы увеличить крепость чашки. Ну, то есть, если мы берем там за Darkside, допустим, пятерочка, мы ходим в шестерочку, мы добавим, но используя только Darkside, и обычную забивку. Сразу все, раздвинем, на свои полочки поставим. Обычный прогрев и так далее. То есть, мы просто хотим усилить крепость, не изморачиваясь там всякими кольцами и тому подобного, в косах убить и так далее. Просто добавить усилитель крепости. То есть, в данном случае я рассчитываю, как всегда в голове. Одна такая вот, где-то вот такая вот щепоточка, это один балл. Приблизительно. Но, блин, тоже с опытом все. И дальше я его просто замешиваю. Потому что, если мы его сверху положим, будет гореть. Он же сухой. Он будет гореть. Логично. Я его замешиваю так, ну, не вот прям вминаю, чтобы он проникся там сиропом от табака. Так почти не будет никакой разницы. Но слегка перемешиваю, чтобы он немножечко сверху так испачкался в сиропе. Чтобы он просто меньше горел. И размещаю по всей чашке. Ну, то есть, я перемешиваю всегда. Я делаю компотом такие чашки в основном. И просто будет крепче. И не сильно повлияет на вкус. Да, фрегат выдает свой вкус. Есть там табачка его на самом деле. Но, типа, если замешать хорошенечко, не сильно, вот опять же, вминая, то в целом вкус можно почувствовать. Он очень немножко давит на горло. Для тех, кто вот часто курит фрегат, они знают, что это такое. Но, в целом, вот таким способом мы максимально убираем вот это дело. Важный моментик. Есть фрегат разных вкусов. Неожиданно, да? То есть, вот эта Москал Доха... Где она тут? Это рак горла. Это Москал Доха. Москал Доха, она без ароматики. Также есть Карибен Найт, если я правильно помню название. У него какой-то цитрусово-прятный такой вкус. То есть, на самом деле, вот я его люблю использовать, потому что, ну, чтобы почувствовать вот этот вкус аромата Карибен Найт, нужно его прям много положить. Прям очень много. Если ты немножко докладываешь, то он, на самом деле, съедает немножко вкус самого фрегата, то есть табачки. И получается, что он курица помягче. Еще есть Артик Манки. То есть, это просто мята, свежесть. И реально, если много положить, у меня есть постоянник, которого я в чашку добавляю 4-5 грамм фрегата. Чтобы вы понимали, 4-5 грамм это, ну, представьте, сколько соли будет 4-5 грамм. Вот столько фрегата идет к нему в чашку. Очень много. Вот ему, вот в таких пропорциях, это будет очень свежо. Прям, ну, конечно, не супер ново, но прям свежо. И надо оно вам или нет, решайте сами. То есть, вот я люблю Карибен Найт из-за того, что он максимально притупляет вкус табачки от фрегата. То есть, это у нас были усилители крепости. Также есть Дохо, но Дохо я лично не люблю, потому что у нее очень отчетливый вкус сырья. И я из-за этого ее особо не люблю. Ну, типа, все. Дальше, очень важный момент, который мы разберем, это сейчас, это очень популярная тема. Тема и продукт. Чайные, табачные, точнее, кальянные смеси на чайном листе. То есть, как с ними работать и что с ними есть. Чисто по моему мнению, я считаю, что из чайных смесей, что мы имеем на рынке, я, правда, не все пробовал, сразу говорю. Но из-за того, что я пробовал, лучший проработанный продукт из чайных смесей, это, наверное, все же чебака. Мне так кажется. Ну, это мое мнение, вам соглашаться или нет. Почему? Потому что просто все хорошо работает. Но вообще, в целом, мы сейчас отходим от марек, приходим просто вот к чайной смеси. Как с этим работать? Вообще, что у нас входит в состав него? У нас, по сути, там идет глицерин, ароматизатор, там всякие консерванты. И вот у нас же там жидкий никотин. Да, жидкий никотин в нем находится. Потому что у нас нет табачного листа, и нам крепость нужно откуда-то иметь, поэтому там жидкий никотин. И получается так, что чайный лист у нас в этой всей истории идет как просто основа, в которую впитывается все, что я до этого перечислил. И самое главное при работе с чайной смесью, это не потерять вот этот сироп. Вот этот компот всяких разных ешек. Главное, это не потерять. Как это можно сделать? Это можно взять, перегореть чашку, и у нас это все там, если это прямоточка, все это куда-то пропадет. Потому что он еще такой бурлит, жидким становится, проникать будет хорошо. И то есть мы так можем это все потерять дело. Во-вторых, глазурь. Я лично не использую на прямоточных чашках, на глазурированных прямоточных чашках, чайные смеси. Потому что, опять же, есть очень сильная вероятность того, что ты потеряешь все. Потому что по глазурь это все стечет конкретно. Все это будет в колбе, все это будет просто дымить. И совершенно не... Вкус будет, все равно останется. Само собой не все выйдет, но сильно потеряешь во вкусе. Поэтому я лично использую всякие турки, ОПГшки. В таком духе все глинистое и не сильно грею. Не то, что не сильно. Просто не перегреваю. Стараюсь не перегреть. И в процессе, когда я забиваю целую чашку чебаки, допустим, я всегда слежу за этой чашкой, чтобы она не перегрелась. Потому что очень сильно потом... Сильный прям провал будет во вкусе и в таком духе. Всегда всем советовал чайные смеси забивать 50 на 50 с табаком. Очень хорошая тема. И греть на трех углях, на всякий случай. В целом, вот это самые важные вещи, которые нужно знать с чайным листом. Не надо их бояться. Это нормальная рабочая штука. Просто вот эти пунктики выдерживайте. Не перегревайте. Желательно забивать с табаком, чтобы это маленько все вместе вкупе грелось и друг друга стабилило. И тогда будет все прекрасно. Вот и все. А вот и все. Короче, вопрос из зала. Зачем вообще тогда использовать чайные смеси? Чайные смеси, у нас в них нет табака, а следовательно, не нужна акциз. А получается, что нам стоит она намного дешевле, чем табак. Поэтому домой, вот я люблю брать чебаку. Во-первых, потому что она мне нравится. Во-вторых, потому что просто дешевле стоит. А я, знаете ли, не дочь миллиардера. И даже где сын. Вот. Поэтому она просто дешевле стоит. Есть достойные вкусы, которые лично мне очень нравятся. Всякие ромовые бабы, господи. Там всякие мороженые сигары. Очень интересные вкусы. Не стандартные. И прикольно покурить можно. И недорого. Поэтому чайные смеси, да, можно брать. Есть просто, но. Остальные чайные смеси я не буду за них ничего говорить. Потому что я что-то пробовал, что-то мне не понравилось. И вот сейчас я, ну, возможно, там что-то уже изменили. А я, ну, давно их не курил. Возможно, что-то исправилось. Я сейчас наговорю тут, бякаю всяко, наверное, про них. И будет все плохо. А про чайные смеси вот сплит особенно вам. Расскажет Юра. Он его любит. И, собственно, поэтому просто пробуйте. И главное, вот, придерживайтесь того, что я вам сказал. Не перегревайте и желательно не глазурь. И желательно с табаком замешивайте. И будет все хорошо. Глазурь можно, но глазурь выдает больше температуры. Поэтому, по-акурой, родни. Если на фаналь, то пофигу. Она там никуда не утечет. Никуда не денется. Вот и все. С чайной смесью. Тут, как бы, просто не бойтесь. Пробуйте, экспериментируйте. Ты подумаешь, там, сколько пачка, 50 грамм. Фигня ставит. Не будем говорить, ценники. Дешево. Итак, на сегодня все. С вами был Family Community. Меня зовут Зил. И, по традиции, умная мысль. Не бойтесь экспериментировать. Берите разные табаки, берите разные ароматики, разные вкусы и так далее. И пробуйте. И будет для вас счастье. Все будет чики-пуки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok